Мухаммеду Тачиеву для того, чтобы люди его узнавали и в кадре появляться не обязательно. Ты узнаешь его из тысячи. Эту строчку из песни вполне можно отнести к ингушскому левитану, как его называют друзья и знакомые. Открыть студию дикторского мастерства, воплотить в реальность эту идею Мухаммед хотел давно, чтобы голоса дикторов узнавали по всей России. В этой студии мы будем не только голос, это значит, где быть диктором, это значит говорить красиво и красивая поставленная речь. Две, чем мы будем заниматься. Помимо того, мы планируем, учитывая, что у нас развиваются призники в республике, учитывая, что у нас появляется пристань внимания к туристическому направлению, мы будем готовить именно продукцию, аудиопродукцию наших известных поэтов, писателей. Сказано, сделано. Откладывать дело в долгий ящик Мухаммед не стал. Об этом говорят и собравшиеся. Гости из Дагестана и Чеченской республики отмечают. Открыть такую студию необходимо в каждом регионе Северного Кавказа. А воплотить замысел в жизнь первым получилось у Мухаммеда. Он просто сделал то, о чем, я думаю, мечтают многие хорошие дикторы, но этого не делают. А он просто сделал. Не должны вещи заканчиваться мыслями либо разговорами, они должны воплощаться. И то, что он так серьезно к этому отнесся, говорит о том, насколько он предан этой профессии. Поздравить коллегу известный диктор Рая Ганукаева приехала лично. Ее голосу пытались подражать многие. Рая отмечает, такая инициатива, несомненно, принесет большую пользу в подготовке начинающих дикторов. Профессия остается профессией. Мухаммед, очень символично, что ты студию открыл накануне 25-летия республики. Здравствуйте, это мы и последствием. Дай-то Бог, чтобы все задуманное воплотилось в жизнь, успехов тебе, и чтобы были достойные тебя выпускники, каких бы ты желал послушать. Большую поддержку в открытии студии Мухаммеду оказал мэр Назрани. Алихан Тунгоев с радостью поддержал инициативу диктора. Как мы все знаем, все мероприятия, которые проводит герой России, глава республики, ущадка Юлия Павловича Ухурова, его сопровождает Мухаммед Тачеев. И он ему всегда будет мой билетан. Я знаю, что Юлия Павлович бережет его, гордится ним, потому что у человека есть и дикция, есть и голос есть. Я думаю, что все, что она считает, у него получится, по-другому просто не может быть, иначе наш девиз, никто кроме нас. Оборудование уже установлено, а преподавателя лучше, чем сам Мухаммед, вряд ли в Ингушетии можно найти. Осталось дождаться первых учеников. Планируется, что для занятий с ними будут приглашать известных дикторов из других регионов. Тамерлан Хамхоев, Рахман Суров, Новости 24.